Наличие балкона в квартире во все времена было существенным преимуществом. Получить заветные квадратные метры с возможностью выхода на свежий воздух куда более привлекательно, нежели иметь обычное двухстворчатое окно. Со временем зона релакса превращается в площадку для хранения вещей. Кто-то складирует здесь то, что не помещается в квартире, кто-то хранит соленья и закатки. Однако это небезопасно, уверяют сотрудники МЧС. Пожары на балконах многоэтажных жилых домов не такая и редкость, особенно в крупных населенных пунктах. Это может быть занос источника зажигания, это может быть какая-то внутренняя причина. Тем не менее, часто это происходит именно потому, что хозяева складируют на балконах вещи, которые они считают ненужными. Стоит отметить, что на развитие пожара часто влияет захламленность помещения. Если есть горючие материалы, то, конечно же, особенно в отсутствии жильцов, то, как он может быстро распространяться. А эта история, произошедшая несколько недель назад в областном центре, была удивлением для всех. В Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что очевидцы наблюдают дым из окна десятиэтажного жилого дома по улице Суворова. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Прибывшие спасатели действительно обнаружили дым, идущий из окна квартиры на третьем этаже. На лестничной площадке наблюдалось незначительное задымление, но эвакуации жильцов не потребовалось ввиду незначительности этого задымления. Хозяйки квартиры в момент происшествия дома не было. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. А вот что стало причиной, до конца не было ясно. Задача усложнялась тем, что балкон застекленный. Это исключало возможность попадания окурков от сигарет. Кроме того, на его территории не находилось источников электричества и тепла. Для того, чтобы детально разобраться в причине случившегося, к поиску решения были подключены представители комитета судебных экспертиз. В рассматриваемом случае злую шутку сыграли простые законы физики. В день возникновения пожара была ясная солнечная погода. Балкон находился с солнечной стороны дома и полностью освещался. На балконе находились легкосгораемые материалы, такие как бумага, картон. Рядом с которыми были установлены стеклянные банки. Как позже стало известно, с березовым соком. Данные банки были выставлены собственниками накануне пожара. При прохождении лучей через банки с соком, солнечный свет сфокусировался и мог воздействовать на сгораемые материалы. Для подтверждения данной причины возникновения пожара, экспертам был проведен эксперимент. Как результат, причина возникновения пожара была подтверждена на 100%. В образуемом фокусе в рамках опыта, благодаря специальным приборам, экспертам удалось измерить температуру. Она доходила до 180 градусов. Со временем стала тлеть и рядом находившаяся бумага. Как итог – пожар. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Но это происшествие заставит задуматься многих на тему, каково же целевое назначение балкона. Субтитры создавал DimaTorzok